Самых трудолюбивых, лучших и первых отметили на сцене Центральной детской школы искусств. Там прошла торжественная церемония награждения ко дню труда. Владимир Слепцов вручил дипломы с благодарностью от губернатора девяти химчанам. Среди них инженеры, педагоги, руководители спортивных учреждений. Очень важно, что люди себя проявили. Коллективы выразили свое мнение и отметили лучших, того, кого они посчитали нужным. И этих кандидатур подали нам именно на конкурс. Мы будем вручать конкурсантам как раз награды и губернаторские, награды администрации, награды муниципалитета. Хотелось бы всем в этот праздник пожелать удачи, здоровья, благополучия от предприятий, чтобы жили и процветали. Благодарностью от главы отметили комбинат по благоустройству, Химкинский водоканал, электросеть и многие другие организации. Что же это такое праздник труда? Я для себя считаю так, что это лишняя возможность еще раз сказать спасибо этим людям, которые честно выполняют свой долг на своем рабочем месте. Не каждому в жизни так повезет, что его профессиональная деятельность связана с тем, что ему в жизни нравится. Также отметили лучших спортсменов и победителей различных олимпиад. Один из них Сардор Худаяров занял первое место во Всероссийской олимпиаде по черчению. А как это было? Как проходила олимпиада? То есть это было несколько этапов или один этап? Ну там был один этап. На листе в формате А4 надо было чертить деталь по трем видам и объемные, одну четвертую часть разреза.